В то время как друзья, знакомые, а первые несколько лет даже его собственная жена считали его скромным слесарем завода ЗИЛ, Виктор Иванович Блинов в избранном кругу посвященных слыл грозой террористов, бесстрашным бойцом спецподразделения «Альфа». До сих пор Виктор Блинов остается для большинства неизвестным героем, чья жизнь и смерть вызывают немало вопросов. Пример военного мужества было у будущего подполковника группы, а, перед глазами, с самого детства, его отец был фронтовиком-артиллеристом, закончившим войну командиром минометного расчета. Мачеха же, заменившая Виктору Блинову рано умершую мать, работала цензором в КГБ. После школы Виктор Блинов пошел по стопам отца, и срочную службу также проходил артиллеристом. Однако, вернувшись из армии и устроившись слесарем на ЗИЛ, где в дальнейшем он так и будет числиться, для прикрытия, поначалу мечтал о карьере военного переводчика и, готовясь к поступлению в военный институт иностранных языков, в совершенстве овладел немецким языком, так, что смог даже, будучи человеком верующим, читать Библию на языке Гетты и Шиллера. Но судьба распорядилась иначе. В июне 1978 года Виктора Блинова, по рекомендации офицера спецслужб Сергея Голова, зачисляют внезадолго до того созданное антитеррористическое управление А. 7-го управления КГБ СССР. Так под грифом «Секретно» начался его путь спецназовца. Первой, горячей точкой, для Виктора Блинова стал Афганистан. В декабре 1979 года альфовцы, группы Шергена-Изотова в условиях строжайшей секретности должны были охранять будущего главу государства, гимсекатска НДП Абабрака Кармаля и его окружение. Среди них был и Виктор Блинов. Однако в это самое время, 27 декабря, новобранца срочно перебрасывают в Кабул, где во дворце Таджбек укрылся председатель Революционного совета Афганистана Хафизула Амин, которого партия обвинила в неоправданных репрессиях и узурпации власти. Задачей Виктора Блинова и его боевых товарищей был захват штаба ВВС, ставший составной частью операции, которая получила название «Байкал-79». При этом перед десантниками была поставлена непростая задача – произвести захват штаба без единого выстрела. Незаметно подвое проникая в здание, штурмовики сумели без лишнего шума обезоружить охрану и арестовали начальника штаба прямо в его кабинете. За безупречное выполнение этой спецоперации Виктор Блинов получил Орден Красной Звезды. Свой следующий Орден, Орден Красного Знамени, а легендарный «Альфовец», заслужил тем, что в сентябре 1986 года в Уфе сумел обезвредить двух вооруженных срочников-дезертиров, захвативших пассажирский самолет Ту-134 с целью побега за границу. В заложниках у террористов оказалось более 80 человек. Особая сложность антитеррористической операции состояла в том, что местность вокруг захваченного самолета хорошо просматривалась и тайно подобраться к нему штурмовая группа не могла. Во время сложных переговоров с террористами, на совести которых было уже несколько жертв, на бортлайнеры незаметно сумели пробраться только трое спецназовцев, включая Блинова. На руку «Альфовцам» сыграло то, что террористы приняли наркотики, после чего один из них потерял сознание. Пользуясь моментом, всех заложников удалось вывести из самолета, и в салон закинули две светошумовые гранаты. Выскочив из пилотской кабины, в которой он скрывался до того момента, Блинов сумел завладеть оружием отключившегося террориста и уложить на месте второго преступника, открывшего было по спецназовцу огонь. Вся операция по ликвидации боевиков заняла у Блинова менее 8 секунд. Наконец, третий акт героизма, обретший к настоящему времени широкую известность, был проявлен Виктором Блиновым во время теракта в Будиновске в июне 1995 года, когда боевики Шамиля Басаева численностью в 195 человек захватили местную больницу и согнали. Туда около двух тысяч заложников из числа мирных жителей города. Блинов оказался на переднем крае боя под шквалом огня и первым добрался до окон первого этажа больницы. Видя, как он в полный рост идёт на штурм здания, чеченские боевики впали в такую панику, что стали швырять в него гранаты, забывая выдернуть чеку. Увы, тот штурм окончился провалом, все коридоры больницы оказались заминированы и простреливались террористами из пулеметов, так что попасть вглубь здания не удалось. Но даже отступая, Блинов уходил в числе последних, прикрывая отход молодых бойцов. Впоследствии он признавался, что этот бой был для него самым тяжёлым. Некоторые источники утверждают, что тогда Блинов получил осколочное ранение и контузию, но умолчал об этом, чтобы продолжить службу. Службив, Альфи, Виктор Блинов отдал почти три десятилетия. Он ушёл в запас в 1999 году с должности старшего консультанта штаба управления, А, Центра специального назначения ФСБ России. К тому времени подполковник группы, А, имел уже Ордена Красного Знамени, Красной Звезды, за военные заслуги, и Медаль Ордена, за заслуги перед Отечеством, два степени с изображением мечей. Однако вместо того, чтобы отправиться на покой, Блинов в 2001 году, будучи уже пятидесятилетним ветераном, без труда сдал норматив на Краповый берёт в учебном центре, «Витязь» у героя России Сергея Ивановича Лысюка. А дальше судьба бывшего «Альфовца» и его смерть в феврале 2017 года покрываются завесой недоговоренностей. Сослуживец Блинова Алексей Филатов рассказал, что он добровольцем отправился в Сирию, где и погиб от ранения в живот при штурме высоты. Виктор Иванович был из тех, кто не мог найти себя в гражданской жизни. Он не мыслил себя вне любимой работы, вот почему поехал в Сирию сражаться за правое дело, пишет Филатов. Однако находятся и злые языки, которые утверждают, что мотивом поехать в Сирию для Блинова стали деньги и что он рядовым пехотинцем вошёл в неофициальное «Вооружённое формирование» Чувка Вагнера, которое в июне 2017 года было включено в санкционный список США в рубрике «Обозначение украинских сепаратистов». Где именно и во время какой операции погиб Блинов, тоже неизвестно. Пишут, что он погиб в районе города Тиас, южная сирийская провинция Хомс. Также, согласно неподтверждённой версии, Блинова могли убить в боях за провинцию Дейр-Эс-Зор. Сам Блинов своим бывшим сослуживцам очень расплывчато говорил о некой предстоящей командировке, по словам супруги, прощался не как обычно, а словно имел дурные предчувствия. Бывшие боевые товарищи пишут также, что Блинов, никогда прежде не распространявшийся о своей работе, наконец согласился дать интервью по возвращению в Москву, но так и не смог выполнить своё намерение.